И все же решил попробовать и этот целинблок выжечь. Все, резина выгорела. А вот теперь беру рычаг и забиваю вот такое керно. Заточил лопаткой между рычагом и втулкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, прошло оно практически полностью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, дырку пробил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 вот и все это один вариант второй вариант втулка выдавлена беру ножовку по металлу зажму сейчас тиски и распилим ее можно сабельной пилой но есть вероятность повредить рычаг ручной пилой такая вероятность минимальная поэтому берем его такую либо ножовку по металлу и пилим здесь помимо наружной втулки вот это еще тоже металлическая внутренняя втулка как раз ее мы можем распилить сабельной пилой времени меньше затратить а вторую втулку наружную распилим руками и а и и и и и и Китайское полотно Ни о чем Китайское полотно Китайское полотно Китайское полотно Начал подходить к рычагу Дальше пилить не буду А теперь Вот она у меня зажата Попробую Прямо в тисках выбить Китайское полотно Никуда она не идет До конца я ее не распилил Не хочу портить рычаг Над пилом, надрезом Здесь я вот вижу Край я его коснулся Когда выбью покажу А видать ту сторону я не коснулся Попробую отсюда керном Загнуть края Китайское полотно Китайское полотно Без шасси Хорошка Без шапи Без шапи Без шапи Без шапи Субтитры сделал DimaTorzok Вот где я пилил, эту сторону я надпилил, а здесь я не допилил, резина не видно в каком месте и я побоялся. А так вот кернышко изминает ее, при этом рычаг остается целый. Вот видно следов ни пропила, ни мятин, ничего нету, только есть коррозия. Со вторым рычагом я ничего не экспериментирую, я просто беру, сразу выжигаю резину. Выжигаю резину и забиваю керно в одну сторону и во вторую. А на этот рычаг щеткой по металлу немножко уберу коррозию. Со второй стороны коррозии нет, потому что она сгорела. Беру новый сайлентблок фирмы CTR, CVT-82. Здесь сайлентблоки что спереди, что сзади в рычаге стоят одинаковые. Беру оправочки, одну оправочку она у нас, чтобы в нее сайлентблок ходил, это в рычаг будет упираться. Вторую оправочку, помимо того, что я упираю ее в торец, но при этом торец может сплющиться. Я здесь посчитал, у меня расстояние 42 мм. Я беру головку, в моем случае на 24 мм, ставлю ее по центру и опускаю оправку. Все, у меня получается садиться и на кромочку, и на головочку. Вот головка поджата. Все, запрессовываю ее, я буду давить как в наружную обойму, так и во внутреннюю втулку одновременно. Теперь беру рычаг, смазываю внутри силиконом, запрессую вот сюда. Обычная силиконовая смазка. Также смазываю саленблок. И выравниваю нижнюю. Направку по рычагу. Вот и все. Не так проблема его заменить, как проблема его достать, когда он заржавел. Видно, кромка не мята, резина не повреждена, саленблок сидит на месте. Точно так же делаю вторую сторону. Ну, вторую сторону тоже покажу. Так же смазываю рычаг. Так же смазываю саленблок. Выставляю рычаг по нижней втулке, по центру. Ставлю головку, ставлю оправку. Тово-пологи. Саленблок, постараюсь. Тово-пологи. Саленблок. Постояннее. Тово-пологи. У justement, мягких нить. Тово-пологи. Рычаг по таленблок. Саленблок. Тово-пологи. Смотрите продолжение в следующей серии. Все. Второй сайлентблок сидит на месте. Точно так же ровненько, не загнуто и абсолютно одинаково зеркально второму. Второй рычаг, я как и сказал, ничего не стал придумывать. Выжиг и выбил. Многие противники выжигания, якобы ослабляется рычаг. Ничего он не ослабляется, потому что мы же не нагреваем его до красна. Мы выжигаем резину. Резина выгорела и мы ставим новые сайлентблоки. Все. Сайлентблок заходит большей частью свободно. С этой стороны у него как бы немножко уменьшенная, посадочная. А сидит только вот на сантиметре. Вставляем и запрессовываем новые сайлентблоки. Беру новые болты. Куатро Фрэнни QF00X4006. Вот такие вот болты. Единственное, что шляпка на болтики теперь на 21, на родном 22. Ну а так он по металлу хороший тоже. Обильно смазываю. Также смазываю болт амортизатора сразу. И болт крепления шаровой опоры. Беру рычаг. Очеген, наверное, тоже смажу. С двух сторон. Пусть смазки будет побольше. Придется человеку опять менять сайлентблок. Как мучиться не будет так. Выходили бы они так, как заходят. Было бы вообще шоколадно. Ставлю шайбы, шайбы эти я родную оставил. Они не повреждены, ничего. Гайка у меня обломилась. Ставлю другую с пресс-шайбой с капроновым стаутором. Поднимаю рычаг, ставлю болт амортизатора. Замешка будет. Вот так. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Убираю гидростойку. Вот эти эксцентрики, болты сейчас выставляю посередине. Отверстия вверх подтягиваю их. Но не затягиваю. Смотрите продолжение в следующей серии. Болт ослабил. Опущу автомобиль. Подлезу. Высота позволяет. Высокий. И подтяну их снизу. Уже на опущенном автомобиле. Смотрите продолжение в следующей серии. Все. Предварительно поджал. Выставил отверстие. Что на одном, что на втором болту вверх. Теперь собираю вторую сторону. Вторую сторону я также собрал. Заменил оба сайлентблока. Подтянул, но не затянул. Опускаю автомобиль. Ставлю колеса. Опустил я автомобиль. Поставил на такие подставки. Поджал. А вот теперь подлажу и затягиваю болты. Сайлентблоки. Очень часто ребята говорят, что в комментариях пишут. Сайлентблоки на весу не затягиваются. Я совершенно с вами согласен. И наверху я затягиваю крайне редко. Только те автомобили, которые сразу уезжают на развал. Ну а здесь большие сайлентблоки. Четыре штуки. Поэтому подтягиваю их сразу поджатые. А там уже на развал, когда человек поедет. Их все равно перезатянут. И будет все нормально. Но я благодарен. Я благодарен за то внимание, что люди именно советуют дельные вещи. А это есть дельные вещи. Так сайлентблок остается живой. Эхе морфит. Что мы принимаем. И зацепляю. Что мы останемся? А нам что-то спра type. Что, переш hyp conference! Да, я начну миллион. Иэк. Что ça на bracанку. Ну и таким образом, Ну и так. Мин �. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok